Ой, да ты не фигачишь, там три слоя, ты не все ногти из уродов, был бы, что урод, но... Знаешь что, разбирайся тогда сама, ну, конечно, крики, но дети две обезьяны опять разосрались. Слышь, подруга, давай-ка подвязывай свои вольности, кому сказано? Соски у неё напыжились, вот именно. Ну ты что, гармонишь-то опять, подруга, а? Я же тебе сказала. Что ты мне сказала? Дай мне попарить с моим, нормально. Ты не можешь, что нормально, ты сейчас дурак, зачем ты? Дорогие друзья, помните, одно время была очень популярна книга Карнеги «Как завести друзей и оказывать влияние на окружающих тебя людей». Прошли годы, и уже наш писатель-сатирик Леон Исмайлов написал такую книгу-пародию под названием «Карнеги по-русски». Основная мысль которой, что да, безусловно, Карнеги великий психолог, но в условиях России к нему нужно подходить очень осторожно, потому что, ну, другие мы, другие, но не подходим мы под их стереотипы. У меня была такая шутка пару лет тому назад, ну, конечно, тогда она была более актуальна. Разнороды мира опрашивали на предмет того, когда, по их мнению, будет конец света. Французы сказали, ну, через тысячу лет. Итальянцы сказали, ну, через две тысячи лет. Наши подумали и говорят, так у нас уже был. Помните, чубай цвет вырубил. Я хочу рассказать один небольшой случай. Это, правда, из серии «Черный юмор», но он очень точно подтверждает вот эту основную мысль. Аккуратно да с этим Карнеги, аккуратнее. Как-то зимой мужики везли в грузовике в деревню гроб. Пустой. Гроб в кузове, мужики в кабине. Едут. Зима, мороз. Дорога, ну, не то чтобы плохая. У нас ведь в России дорогой называется то место, где собираешься проехать. Голосуй, дедушка. Ну что, мы звери? Ну как не подбросить? Мужики, честно говоря, отец, в кабине места нет? Прыгай в кузов. Там, правда, гроб, если не боишься, прыгай. А зима, мороз, ветрище, холодище, заверстуни души. Собственно, у деда вариантов. Прыгает в кузов, едут дальше. Зима, мороз. Дедка чинеет. Косится одним глазом на гроб. Чувствует еще немного. И вещь обретет владельца. Какие там предрассудки? Плюнул, лег внутрь. Сверху крышку опустил, чтобы не дуло. Остал небольшую щелочку для воздуха. Жизнь налаживается. Едут дальше. У дороги голосуют две девицы. Мужики без задней мысли. Девчонки, прыгайте в кузов. Там, правда, гроб, но ничего. Вам с дедком не скучно будет. Если бы они знали, как не скучно им будет с дедком. Девчонки прыгают в кузов. Никакого дедка нет и в помине. Они решили, наверное, мужики имели в виду покойника. Едут дальше. Человек, он же ко всему быстро привыкает. Так и девицы вскоре освоились. На гроб ноль внимания. На бортике сидеть неудобно. Вы бы как поступили? Вот они так же. Одна встала и села прямо на крышку. У деда как в песне. Исчезли солнечные дни. Кислород стремится заканчиваться. Надо что-то делать. Дедуля не нашел ничего лучше. Как взял снизу и постучал. Вы не бывали в такой ситуации? А человек на морозе, он же не сразу соображает. Услышав стук между ног, девица на автопилоте спрашивает. Кто там? Дед, свои. Девица, заходите. Дед, открывайте. Кто до нее доходит, с кем она разговаривает. Она подлетает вверх метр на три и приземляется обратно на бортик. Подруга испуганно спрашивает. Что с тобой? Ты не поверишь. Я только что слышала голос. Откуда? Оттуда. Я тебе говорила, вторая бутылка портвена была лишней. Еду дальше. Зима, мороз. Дед в челочку смотрит. Удивит слиться. Как российский флаг. Губы белые, щеки синие, носы красные. Я не знаю, читал ли он Карнеги, но он точно помнил основной постулат Карнеги. Поступай с людьми так, как ты хочешь, чтобы они поступили с тобой. Дед решил уступить нагретое место. Теперь представьте глаза девиц. Когда ни с того ни с сего откидывается крышка гроба, дедушка приподнимается и говорит, здорово, бабоньки! Ну что, поменяемся? Удивительно, девчонки раньше акробатикой не занимались. Тут сальто с пироэтом через бортик легко. Карнеги пишет, если чувствуешь, что виноват, нужно обязательно извиниться. Обязательно. Дед через какое-то время пошел мириться. Эти его только увидели издалека. Говорят, иди отсюда, старый хрыч. В гробу мы тебя видели. Значит, не всегда у нас Карнеги действует. Французы говорят, анекдот это маленький фильм про жизнь. Но у нас даже очень многие анекдоты идут вразрез с учением Карнеги. Он пишет, когда люди ссорятся, надо обязательно кому-то все свести в шутку. Тогда другому сразу станет легче. Угу. В машине едут двое, муж и жена. Ссорятся, не то слово. У обочины стоят два поросенка. Жена, желая поддеть мужа, говорит, видал? Твои родственники? Муж точно по Карнеге. Отвечает, угу. Теща с тестем. Как вы думаете? Ей полегчало. Так что правильно говорят. Аккуратно надо с этим Карнеги. Особенно у нас. Аккуратнее надо. Аккуратно. Аккуратно. Аккуратно.